Двое украинских военных ранены сегодня на Донбассе. Боевики переключились с Донецкого на Мариупольское направление. Там обстрелов больше всего. Хотя и под Авдеевкой тоже неспокойно. С передовой подробнее Ирина Баглай. Мины, гранаты, зажигательные пули. Боевики снова поливали позиции армейцев по линии фронта с северных окраин захваченного Донецка. Обугленный ствол, все что осталось от дерева после вчерашнего обстрела промзоны, крайние позиции к противнику. Этой ночью тушить пожары от обстрелов пехотинцам пришлось в районе четырех населенных пунктов. Туда, куда отказывались ехать спасатели, доезжали армейские водовозки. Подключаем ему цей инструмент, подай воду, под давлением, бронзбой. Такий инструмент наш. Тушить пожары. Беспривезенной воды огонь сдержать не удалось бы. И он мог перекинуться на жилые кварталы. Ярослав себя героем не считает, хотя этой ночью пехотинцу приходилось четырежды возвращаться под обстрелами на нулевые позиции Авдеевской промзоны. Днем же, не сбавляя скорости из-за угрозы обстрела, Ярослав развозит по позициям авдеевским защитникам столь необходимую под палящим солнцем воду. За последние сутки боевики усилили напор. Этот участок фронта используют как полигон, присылая все новых наемников, говорит командир. Уже 10 месяцев безуспешно противник пытается подавить пехотинцев, поэтому и бросают сюда основные силы. Это 11-й полк, восток. Но тут на промзоне они не так, как несут какие-то втраты, постоянно есть люди из специальных подразделений. Уже два дня используют и новое вооружение. Армейцы пока не могут определить, что это. Но радиус поражения значительно больше, чем у минной 120-го калибра. Перемирие боевики нарушают и днем, и ночью. Пока находились на позиции, пришлось дважды укрываться от разрыва мин. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Руслан Терентьев из Донецкой области. Подробности телеканал Интер.